Легендарные карты в игре Клашеяль, которые, на мое мнение, за последний год очень сильно обесценились и потеряли эту особенность быть редкой карты, как это было раньше, выбиваешь легендарку и радуешься, то сейчас, я думаю, что практически у каждого игрока, ну хотя бы одна легендарка есть, это возможно и все уже легендарки есть, это уже не удивление, то есть их уже научились все выбивать, точнее тут даже не научились, просто их стало проще получать, а если ты еще и хоть минимальный донат вносишь в игру, ты вообще получаешь на изи эту легендарку, что не было такого раньше. Реально, раньше, чтобы выбить лего, не было этих сундуков со 100% легой, с магического сундука хрен ее выбьешь, нужно много донатить, не было дешевых гемов, короче, раньше было сложнее выбить, из-за этого она ценилась больше. Короче, сейчас легендарки есть у всех, но я думаю, что они далеко у всех не максимального уровня, и вот я научился их фармить, короче, разработчики мало того, что обесценили вот редкость, это да, теперь она стала доступней, да блин, черт возьми, есть у всех эта легендарная карта, раньше такого не было, но теперь разработчики еще сделали такую возможность, что ее вообще теперь фармить на изи, я научился это делать, вот у меня буквально вчера с парки еще надо было 6 легендарок, 6 легендарок еще надо было раньше, чтобы выбить 6 легендарок, это я не знаю, сколько надо потратить времени, да еще, понимаете, нужно выбить ту легендарку, которую хочешь прокачать, это вообще казалось невозможным, то сейчас это очень реально, потому что появился обмен, я это называю трейдингом, хотя с банковской терминологией это немножечко другое обозначение, ну, неважно, короче, трейд для меня это обмен, вот, и как же обменяться легендарками, когда в клане не у всех есть токены, не у всех есть возможность, для меня это очень просто, потому что у меня огромная аудитория, вот вы у меня есть, и я могу собрать в клане тех людей, которые чисто могут трейдиться, ну, я буду это так называть, ребята, хоть это немножко не подходит к этому значению, трейдиться легендарками, легендарками, я вот буквально вчера, точнее, мой помощник мне помог в этом, ну, неважно, я или помощник, короче, создали клан, туда набежало 50 человек, которые чисто были готовы дать мне спарки, и буквально вот за несколько часов я получил ее, и она доступна у меня практически на максимальный уровень, которую сейчас мы приобретем в магазине и прокачаем ее на максимальный уровень, короче, давайте это сделаем, а потом поболтаем, и я вам предложу, ребята, тоже такую возможность, вы тоже сможете фармить легендарки, благодаря мне я буду создавать такие кланы, если вы хотите, если вы заинтересованы в этой теме, пожалуйста, если ты не был раньше подписан, подпишись прямо сейчас на канал, прожми свой лукас, и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски, потому что в дальнейшем я буду такие ролики делать чаще, если вам это понравится, Итак, ой, я забыл, тут в магазине спецухи, я их куплю в следующем ролике, давайте этот ролик 5, 5, 5 тысяч лайков собирает, и я записываю ролик, где я вот эти все токены покупаю, сундуки, ёлы-палы, сколько тут денег надо потратить, но я думаю, что мы это сделаем, может быть даже конкурс, ну посмотрим, в общем, 5 тысяч лайков, я это все доначу, но сегодня, сейчас ролик не об этом, вот смотрите, последнюю легендарочку покупаю, вот она, все, спарки доступна на 13 уровень, Естественно, прокачиваю, прокачиваю легендарку, 100 тысяч золота, опять же, делаю скриншот, у меня все скриншоты всех карт практически есть, спарки не исключение, вот, практически на каждом уровне я эти леги скринил, взял 2 колоды, вот такую вот и вот такую вот, сейчас с ней сыграем, и давайте немножко поговорим о трейдинге, я буду это так называть, хотя, опять же, я неправ буду, потому что, не, точнее, неправильно выражаюсь, но поговорим мы о обмене легендарок, ну, мне проще говорить о трейдинге, Короче, я думаю, что вы в курсе, да, что можно сейчас скидать запрос, у кого есть легендарные токены, и меняться легами, но эти токены получаете вы за КВ, и они есть не у всех, да, вот сложилось так, вот, я владею достаточно огромной аудиторией, точнее, ну, не владею, имею, да, достаточную аудиторию, которую, я думаю, собрал бы тех людей в одном клане, в которых есть токены, вот, и одновременно тех, у кого нету. Так вот, я предлагаю делать периодически такие кланы чисто для обмена легендарками, пускай те, у кого есть токены, готовы обменяться, допустим, с теми, у кого нет, и заодно получить ту легу, которую они хотят, заодно это будет двойной профит, то есть, у кого нету токенов, они получат легу, а у кого есть токены, они получат ту легу, которую хотят взамен, да, то есть, ну, взаимовыгода так получается, да, торговля, ёпта. Вот, поэтому, если хотите, чтобы я подобные темы делал на видос, обязательно, обязательно ставьте лайк, я буду не просто это создавать такие кланы, я ещё буду записывать об этом видео, и вы будете, ну, непосредственно участниками данной, ну, это не рубрика, я не знаю, как это, благотворительность, хотел сказать я, но это не так. Ну, в общем, вы, думаю, поняли, к чему я клоню, и что я хочу сделать, вот, приглашать людей с токенами в клан, и обмениться легендарками, вот, заодно хочу попросить добровольцев, кто готовы со мной, ё-моё, что я делаю, готовы со мной затрейдиться, мне нужен пламенный дракон, у меня тоже есть токены, но я их приберегу, я пока что их не буду тратить, но я тоже буду обмениваться, и думаю, что с вами, вот, пока ещё не определился, на какую легу, просто я жду, возможно, в скором времени добавят какую-то новую легендарку, поэтому свои токены пока храню, вот, ну, а если кто готов уже обменяться своими токенами, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, в скором времени я создам клан для трейдинга, прорекламирую этот клан, вы зайдёте, и будем обмениваться легами. Сделать несложно, и если, ну, будут находиться добровольцы, которые реально будут готовы заходить с токенами и обмениваться на леги, которые им надо, с людьми, у которых нет токенов, то это будет, ребята, очень круто, потому что вы поможете и зрителям, ну, игрокам, даже не зрителям, ну, и в том числе зрителям поможете прокачать легендарки, ну, и, соответственно, вы сами получите взамен ту легу, которую, например, хотите прокачать, но у вас недостаточно карт. Короче, буду собирать в клане тех людей, которые готовы меняться легами. Вот, это всё, что я хотел сказать, и спасибо всем, огромнейшее спасибо всем, кто помог мне собрать спарки на 13 уровень, вы видели, да, что у меня не было такого огромного впечатления из-за острения внимания на том, что Вау, спарки 13 уровень, смотрите, вот сейчас прокачивают, а-да-да-дам, там вот эти, знаете, моменты, как были раньше, но потому что я уже объяснил вначале, почему это происходит, потому что легендарки уже не такие ценные, как были раньше, вот, поэтому вот так вот, блин, я вот сейчас играю как-то от балды, и я не знаю, есть ли у соперника стрелы, есть ли там фаербол, что вообще у него там есть, непонятно. Так вот, играю, просто болтаю с вами, вот, в общем, следующая карта моя будет Пламенный Дракон, и честно, я, конечно, рад, что я смогу легко прокачать легендарки, потому что я достигну цели уже, наконец-то, моя цель сделать фуловый аккаунт, но, с другой стороны, я, конечно, немножко расстроен, потому что, ну, вот пропала это, та самая актуальность, о которой я говорил в начале. Легендарки, они перестали быть легендарными, они просто, просто карты, да, чуть лучше, возможно, там, комонок или рарок, хотя, опять же, это не точно, есть комонки лучше легендарок, я уже приводил пример в одном из роликов, вот, поэтому я бы, конечно, за то, чтобы разработчики добавили какой-то новый вид карт. Слушайте, если бы я знал, что он поставит печку именно туда, я бы, наверное, гиганта швырнул бы на правую сторону, вот. В общем, ребят, давайте я этот поединок закончу, не буду отвлекаться сильно. Так, я думаю, что нам стоит все-таки идти на... спарки на левую сторону выбрасывать, потому что он не будет кидать гиганта на спарки, а если будет он кидать гиганта на три короны, то ему будет сложнее снести меня на три короны, нежели на две. Вот, господи, я запутался. Так, смотрите, делаем так, здесь фаербол, фаербол, так, хорошо, ну и, в принципе, сейчас должен быть заход. Все, снесли его на изичах, да, но я думаю, что мне повезло, соперник там без разряда, без ракеты был, вот. Вообще, какая разница, сейчас дело, суть ролика не показать вам колоду, да, а просто вам про вот эту тему рассказать. Хотя, я думаю, что, возможно, самые такие смышленные, да, уже давно занялись подобной темой. Я знаю игроков, которые торгуют токенами, создают специальные группы по обмену, вот. Но я к этому как-то пришел только сейчас и относился как-то, ну, типа, да, ну, блин, кто там будет меняться со мной легами, кому это надо тратить свои токены ради того, чтобы дать мне какую-то легу. Как оказалось, желающих просто дохерище было. И в клан сразу полтинник человек зашло, и было много желающих, которые не попали в клан. Твинки, я не знаю, либо просто там на шару достался токен, и они готовы обмениваться. И таких людей много. И так как на меня подписано 750 тысяч практически людей, я думаю, что мы с вами найдем тех людей, которые готовы будут с нами затредиться. Поэтому поддержите, пожалуйста, мою идею лайком, подпиской. И я буду такое делать для вас, создавать кланы, вы будете заходить, те, у кого есть токены, те, у кого нет токенов и так далее. Прекрасное начало, я думаю, что лучше не придумать, зашибись, зашибись. Просто не было в начале спарки. Спарки не было, если было бы спарки в начале, и был бы фаербол, то соперник бы, ну, как бы не проатаковал бы так. Цикл неудачный был в начале. Печально, обидно, но ладно. Он потратил арду миньонов. Он потратил трех арду миньонов, трех миньонов. Ему сейчас тупо нечем контрить. Еще поставил сборщик. Поэтому налетаем, просто атакуем, прессингуем, давим, жмем. Вообще, что-то хреново жмем, да, пацаны? Вообще, что-то... Хотя, нормально, нормально, должны вышку забрать. Фуловый дровосек, это вам... Так, давай, давай, братишка, давай еще. Ой-ой-ой, красавчик, что творишь-то? Вообще, красава. На голема у него эликсира не будет, поэтому арду мух он просрал благополучно. Это три мушки теран. Я, в принципе, их контрю. Ну, не их, а его. Вот. И давайте, знаете, как сделаем сейчас гиганта. Поставим и сразу летучих мышей. Он ставит голема, это было предсказуемо. Гигант какие-то тычки нанесет свои, поэтому... Блин, вот, конечно, миньонов нечем контрить, только разряд у меня. Фаерболом, ну, блин, у него много байта на фаер, много. Так. Так. Теперь кидаем фаербол и разряд. Тынц. Я знаю, что у него есть арда мух, но я ее не боюсь. У меня тоже достаточно карт, которыми я могу дефить. Мне не нравится то, что копейщик один бьет и бьет и бьет и бьет мою спарки. Прямо обижает. Ну, вот, у меня уже вторая спарки появилась. Вот. И давайте попробуем что-то придумать. Так. Надо прокрутиться, знаете, до чего? До второго гиганта, наверное. Хотя, не знаю. Так. Прекрасно. Прекрасно. Я думаю, что можно закинуть гиганта сюда. И сейчас он потратил абсолютно все, практически, за исключением орды миньонов. Но мы ее разрядиком так-так притушили. Здесь дровосек. И что? И банда гоблинов, наверное. И вот так вот летучие мышки, чтобы отвлечь, постараться. Да. Ну, в принципе, нормально. Неплохо, неплохо. Осталось 300 хитпоинтов. Здесь, смотрите. Смотрите, на лоха. Смотрите. Оп! Блин, а он не лох. Ну что, нам хватит же добить? Да, конечно, хватит. Оп! Оп! И победа. Бум! Вот так вот, ребят. И колоду со спарки показал. И онлайн-катки. И поделился вам своим таким вот способом фармить легендарные карты. Способ, в принципе, для всех доступен. Только мне проще это осуществить. Потому что, ну, меня много смотрят людей. Я могу пригласить в кланы. Я могу не один клан. Я могу два, три, четыре клана создать одновременно. И все они будут на 50 человек. Единственное, конечно, единственный минус в этом, что трудно контролировать сам процесс. Потому что многие будут просто хотеть зайти в клан. Не имея даже возможности быть полезным клану. Вот это, конечно, будет минус. Но мы таких быстро определим и быстро кикнем. Вот. Конечно же, нам надо больше в клане будет игроков. Точнее, участников, у которых токены есть. Вот 50 на 50. 25 человек, у которых есть токены. 25, у которых нету. Я думаю, это будет справедливо. Вот. Ну, короче, эту тему подумаю, как еще реализовать. Если поддержите, пацаны. За мной не заржавеет. Однозначно будут такие ролики. От вас мне что надо? Лайки, просмотры. Вот если откликнется много народу, этот ролик зайдет. Я придумаю, чтобы это делать чаще. Спасибо всем за просмотр. Ждите новые ролики. Я думаю, что вот эту спецуху в следующем видосе задонатим. Тут и легендарные токены, и гемы, и золото. Короче, разрабы подсасывают с нас денег. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok